23 февраля день воинской доблести, славы и гордости России. День защитника Отечества. Праздник этот близок и дорог каждому патриоту нашей страны. Ведь нет такой семьи, где бы не было убеленного сединами ветерана или парня, который отслужил или сегодня служит в армии. Эта дата символизирует мужество, стойкость. Она была и остается одной из самых почитаемых в народе. В День защитника Отечества в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, на котором побывали наши корреспонденты. В городском Доме культуры Славянска-на-Кубани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На нем присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, локальных воин-кадеты, будущие защитники нашей Родины. С праздником всех собравшихся поздравил первый заместитель главы Славянского района, управляющий делами Сергей Позняков. Уважаемые земляки, примите истинное поздравление всех, кто носит погоды российских вооруженных сил и тех, кто отдал пол в Родине, пройдя английскую службу. Но защищать Отечество нужно не только на поле грани. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. С праздником! За долгие годы этот праздник стал общенародным. Он является данью уважения всем, кто служил и служит на благо Отечеству. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью защищает своих детей, родных и близких. И пусть такие неизменные ценности, как любовь к Родине, смелость, выдержка и мужество, остаются навсегда в сердцах каждого из нас, будь то человек военный или гражданской профессии. Любой россиянин прежде всего защитник своей Родины, края, города. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства, славы и силы Великой России. На торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества были подведены итоги краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы от боевых побед к олимпийским медалям. Каждый год в течение месяца во всех школах и других учебных заведениях нашего района проводятся уроки мужества. В гости к ребятам приходят военные, ветераны боевых действий. Цель таких встреч – воспитание патриотизма у юных славянцев на героической истории и традициях российской армии и военно-морского флота, повышение престижа военной службы. Всего более 200 мероприятий в рамках месячника прошло в поселениях нашего района. Почетными грамотами главы района на мероприятии были отмечены активные участники месячника, среди них ветераны воинской службы и действующие военные, педагоги, работники культуры. Они год от года ведут повседневную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Отдельной наградой памятной медали, посвященной 25-летию вывода советских войск из Афганистана, удостоился недавно созданный ансамбль «Кавказ» СДК Маевского сельского поселения, который через свое творчество рассказывает молодому поколению о подвигах российских солдат. Среди награжденных – председатель первичной организации ветеранов пограничной службы Олег Давков. 33 года своей жизни он посвятил службе в рядах вооруженных сил нашей страны. Олег Давков с особым удовольствием участвовал в уроках мужества и общался с молодежью района, ведь своей задачей он считает передать опыт военной службы подрастающему поколению ребят, воспитать в них любовь к родине и готовность встать на защиту Отечества. С интересом школьники встречали меня и моих друзей на этих мероприятиях. Они задавали вопросы, им было очень это интересно, потому что они практически заинтересованы об армии, знать об армии, знать о службе и ближе познакомиться с ветеранами войны, ветеранами вооруженных сил. 23 февраля – это праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций. Ученица средней школы номер 16 Анна Дмитрюк пока не уверена, что свяжет свою жизнь с военным делом, но мучиться в кадетском классе для нее особая честь. Я считаю, что быть кадетом очень достойно, потому что это в первую очередь патриотизм. Также мы участвуем во всех мероприятиях городских, поддерживаем связь с ветеранами. Я считаю, что это очень почетно, потому что каждый, я думаю, не только мальчик, но и девочка, должен не то чтобы мечтать, а считать почетным быть кадетом. В Славянском районе постоянно действует 43 кадетских класса, 17 патриотических клубов. Делается все, чтобы юные славянцы росли в духе любви к своей родине. А такие праздники, как 23 февраля – еще одно напоминание о великом прошлом нашей страны. Рузана Ефремян, Михаил Варгулев, программа «События».